Придумать коктейль — это все равно, что родить ребенка, в том смысле, что трудности начинаются уже потом. А найти идеальное название для своего творения — это как выбор имени для ребенка, только с большим количеством содержания спирта и меньшим количеством памперсов. Название — это первое впечатление напитки, как фотография профиля в Тиндере. Иногда авторы черпают вдохновение в поп-культуре, например, бумажный самолетик Paper Plane или Division Bell. Иногда называют по городам, Moscow Mule, например. Фразеологизмы используются, например, Bees, Knees — это выражение устоявшееся. Но некоторые, скажем так, миксологи придумывают названия, вызывающие в лучшем случае недоумение, а иногда и отвращение. При этом сами коктейли вполне себе могут быть приятные и вкусные. И вот как раз такие приятные коктейли с очень странными названиями я сегодня приготовлю. Опробовать их будут Приятный Феникс и не менее приятная Наталья. Первый коктейль, который я приготовлю, называется Fuzzy Navel. Если дословно переводить, это что-то типа «нечеткий пупок» или какой-то там «шершавый пупок», что-то в этом духе. Придуман был в 80-х, в эпоху известную своими игривыми и несерьезными и сладкими коктейлями. Мы делали как-то что-то из 80-х, можете посмотреть, кстати. А в 84-м году в США Де Кайпер выпустил персиковый ликер Pitch Tree, который привлек внимание бармена из Нью-Джерси и автора книги «Барменство для чайников» Рея Фоули. И вот он смешал в равных частях персиковый ликер, персиковый шнапс, чего его иногда называют, и апельсиновый сок. Получился такой фруктовый брат отвертки, менее крепкий, более сладкий. Отвертка, естественно, это водка с апельсиновым зором. И практически полностью благодаря этому коктейлю Pitch Tree Schnaps от Де Кайпер получил свою широкую популярность по всему миру, собственно говоря. Я сегодня буду использовать другой персиковый ликер, но суть от этого не меняется. Название на самом деле имеет двойной смысл, потому что в фазе это также шершавый в смысле персик шершавый, а наилл это сорт апельсина, который туда добавляется, ну, собственно, навелин по-русски это обычно называют. Коктейль готовится непосредственно в бокале, в который мы наливаем. Персиковый ликер, спасибо сайту loading.ru, 90 миллилитров. Апельсиновый сок, я предпочитаю свежевыжатый, в данном случае это важно, потому что, ну, и так сладкий коктейль, а обычно свежевыжатый сок менее сладкий, чем то, что продается в пакетах. Также, если для вас этот коктейль слишком крепкий, можете поменять персиковый ликер на персиковый ликер пополам с водкой, например. Также 90 миллилитров. Аккуратно наполняем бокал льдом, не так, как я. Немного перемешиваем, чтобы охладить и перемешать, собственно говоря, коктейль. Украшаем кусочком апельсина. Коктейль готов, дегустаторы, можете пробовать. Наталья первая. Благодарю. О, как же послепательно. Мне кажется, Виталику бы понравилось. По мне он не слишком, то есть он, конечно, сладкий. Нет, ты правильно сделал, что ты не стал использовать сок из пакета, а сам надавил его. Но все равно, мне кажется, баланс сильно смещен в сладкую сторону. Ну, как по мне, он нормальный. Нормальный, надо перемешать. Да, вот я когда попробовал его снизу вверх, вот прям вот вообще идеально. И это на первый взгляд прям крайне простой коктейль. Типа я не знаю, куда уж проще. И странно, что его не было в одном из выпусков коктейлей из двух ингредиентов. Потому что это офигенный коктейль, очень летний, очень легенький, такой сладенький, из-за апельсина чуть кисленький. Естественно, это будет очень сильно зависеть от того апельсина, который вы туда зафигачите. Да, и то, что он очень легенький, это, конечно, да, ты правильно заметил. Мне кажется, понравится тем, кто обычно заказывает пиноколаду и хочет что-то такое небанальное и приятное. Для кого отвертка, это слишком... Грубо. Слишком водка. Да. Ну, я говорю, если слишком сладко, меняешь просто персиковый ликер пополам с водкой, например, делаешь и все. Ну, короче, мне вот не сладко вот в самый раз. Если бы был апельсиновый сок из пакета какой-нибудь вот сладкий, то было бы сильно слаще. И мне, кстати, очень-очень нравится персиковый вкус, за исключением персика. Я ненавижу есть персики, вот эти абрикосы, всю вот эту вот фигню. Ну, это не нравится в смысле процессы из-за того, что шуршавая кожура. И шуршавая кожура, и как-то невкус тоже не очень нравится. Штарины не сочные. Причем я даже, знаешь, ел вот эти вот кусочки, которые в собственном соку есть, этих персиков. Мне тоже не понравилось. То есть, именно вот сироп. Если что, они не в собственном соку, они в сиропе. Ну, в сиропе, да-да-да. Не в собственном соку, в сиропе. Это, короче, не суть важна. Я их ел, мне было невкусно. У них то ли текстура, то ли еще что-то какое-то. Но вот этот сироп я выпил с удовольствием. То есть, например, что в ликерах, что еще где-нибудь. Вот любой аромат или вкус персика мне нравится. Вот кроме самого непосредственно персика. И здесь они прям подружились с апельсином. Они не перебивают друг друга. Прям идеально. Это идеально просто. Прежде чем мы продолжим, я хочу поделиться с вами настоящей жемчужиной в мире контента. Это Дзен. В Дзене ты не просто получаешь контент. Открываешь целую вселенную. Здесь ты найдешь все, что тебе интересно. И даже больше. Бьюти, гейминг, еда, путешествия, гаджеты, технологии. В Дзене есть контент на любую тему. Удивляйся, учись, развивайся, расслабляйся. В общем, делай, что хочешь. А еще можешь забыть о переключении между разными платформами. В Дзене есть длинные видео, короткие вертикальные ролики, посты, статьи. Все в одном месте. Теперь ты можешь узнать больше на любимую тему, не отвлекаясь на поиски контента по всему интернету. Не упусти свой шанс погрузиться в мир увлекательных открытий и знаний вместе с Дзеном. Открой свою вселенную интересов. Ссылка в описании. А теперь давайте вернемся на 100 лет назад в легендарный парижский бар Хэрис Нью-Йорк Бар, в котором знаменитый Гарри МакЭлхоун придумал свой коктейль Monkey Glant. Гланда обезьянки. Мы уже готовили, можете посмотреть. Кстати, там тоже была Наталья, насколько я помню. В те давние времена, в 1920-х годах, а не когда мы этот коктейль готовили, была такая спорная теория, согласно которой вживление в человека кусочка ткани обезьяньевого яичка то ли продлевало жизнь, то ли улучшало потенцию, короче, вот типа считалось, что вот так это и есть, действительно такие делали операции. Коктейль, на первый взгляд, довольно прост. Это смесь джина, апельсинового сока и гренадина. Такой травяной, бодрящий, довольно сладкий, но не слишком коктейль. Но у него еще добавляется абсент. И это похоже на, когда надеваешь кожаную куртку, короче, вроде был обычный коктейль, веселенький, фруктовый, а стал таким плохим парнем в кожаной куртке с абсентом. Коктейль готовится в шейкере, в который мы добавляем джин, 60 мл. Свежевыжатый апельсиновый сок, 30 мл. И гренадин, которого нам нужно чуть-чуть, 7,5 мл буквально. Наполняем шейкер льдом. И шейкуем страстно, посвящая этот шейк вот этому комментарию и миру во всем мире. Сбрызгиваем наш бокал абсентом. И отсаживаем коктейль через сито. Украшаем цедрой апельсина. И коктейль Monkey Glend готов. Наталья? Когда ты рассказывал, что этот коктейль уже был на канале в исполнении Василия, и я была там, я сейчас загуглила. Боже, это было 5 лет назад. Скорее всего даже 6. Флэшбэки, да. А, кстати, мы снимали в Охаре, а контакт Охаре вот кто мне дал тогда. Круг замкнулся. Так что у меня изначально предвзятое отношение к этому коктейлю, в плане того, что оно вызывает ностальгические чувства. Да. Ну мы не будем сейчас громаднадцать и говорить, что ностальгия – это тоска по родине. Да. Ну как, что скажешь? О, это будет очень интересно. Я сейчас не смотрела, какие у меня были впечатления на тот момент, и поэтому я сейчас буду говорить как будто заново. Так. Хорошо быть мной, когда память как о рыбке Дори. Слушай, я думаю, что помню, что там было. Мне понравился. Он похож на вкусную конфетку-карамельку. Леденец. Апельсиновый. Прикольно, если ты там так же сказала. Потому что это в твоем стиле в целом. Так, еще что скажешь? Я не чувствую в нем крепости. Для меня это приемлемо. Хотя вообще-то там больше половины джина. Да. Там 60 джина, 30 апельсинового сока и чуть-чуть гернадина. Ну там абсцент еще. Оставляем. То, что надо. То есть там типа минимум двадцаточка есть. Для меня это горько-сладкая какая-то штука. Я не скажу, что он мне понравился. Он неплох. Но, видимо, у меня сегодня настроение. Они под такие коктейли. У тебя персиковый апельсиновый. Вот персиковый апельсиновый. Это то, что мне надо. А там нет персика. Вместо вот джина добавить персик идеально будет. Ну вот. Мне коктейли вполне себе нормальный. Но реально такой он на любителя и на ценителя на какого-то. Это вот у него вкус более тонкий, чем готовы многие люди, мне так кажется. Мне очень. Прямо мое. А то ли готово, если что. Да. Джин в нем ощущается вполне себе. Если вы видели. Апельсин тоже в нем ощущается вполне себе. Кстати, вот то, что ты побрызгал абсцент, вполне себе тоже ощущался. Он, да, прекрасно ощущается. Даже не ароматом, а на вкус я его чувствовал. Ну это, мне кажется, больше на типа губой потрогал этот. Ну потому что там реально, ну видели же. Это же. Ты много напшил. Это даже не ложечка, не пол ложечки. Это какая-то там капелька. Изрядно напшикал. Это вот когда дэш делаешь, вот дэш это больше, чем то, что я напшикал. Нет, мне кажется, ты пару дэшей напшикал. Можно провести эксперимент и вот так вот попшикать на ложечку какую-нибудь. Да, посчитаем, сколько раз ты напшикал. Мы возьмем большую вот такую вот емкость, там напшикаем, подождем, пока это стечет. Нет, можно просто взвесить емкость до, напшикать и взвесить после. Ну это надо очень точно. Это весы для... Потому что будет грамм какой-нибудь. Для дилера нужны. Даже не будет, скорее всего, грамма. Даже для дилера не подойдет. А, для Диргель там есть же сотые всякие. У меня есть, кстати, у меня есть эти снупдоговские весы. Хотя там реально же производят снупдог весы свои для какой-то там, ну понятно для чего. Вот, и у меня есть такие же, только без его логотипа. Конечно же, до специи. Следующий коктейль называется «Страдающий ублюдок». По легенде, в 1942 году бармен отеля «Шепардс» в Каире по имени Джо Сайлом придумывал средства от похмелья для военнослужащих времен Второй мировой войны. Он остановился на страдающем ублюдке, которым сочетаются два вида алкоголя крепкого, ток лайма, биттер и теоретически успокаивающий желудок имбирный, не эль, это пиво, джинджербир. По легенде, напиток настолько понравился целевой аудитории, что военнослужащие отправили в отель телеграмму с просьбой сделать оптовый заказ и доставить его на передовую. Насколько это правда, мы не знаем. Сегодня в общепринятом рецепте используются бурбон и джин, хотя по некоторым данным в оригинале вместо бурбона использовался бренди. Так что мы сделаем на бурбоне, хотя и на бренди тоже получается довольно-таки неплохо. Хотя с бурбоном коктейль не будет таким пряным, но все равно будет хорошо утолять жажду и обладать шипучим таким вкусом, вот этим вот остреньким имбирным. Но почему же он называется страдающий ублюдок? Ну, просто дождитесь утра. Коктейль готовится в шейкере. Бурбон 30 мл. Джин тоже 30 мл. Свежевыжатый сок лайма 15 мл. Биттер ангастуры 2 дэша. В лодинге, кстати, продается. Дополняем шейкер льдом. И шейкуем страстно, посвящая вот этому комментарию. Дополняем бокал хайбол или тулип льдом. И отцеживаем коктейль через сито. И сверху доливаем имбирное пиво. Джинджер бир, не джинджеры. Хотя, если хотите помягче, то можно и ель. Немножко перемешиваем. И украшаем веточки мяты. Страдающий ублюдок готов. Наташа, попробуй. Страдающий ублюдок подождет. Страдающий ублюдок подождет. Страдай. Да нет, никто здесь не ублюдок. И никто не страдает. Совершенно верно. Что скажешь? Сейчас я можешь страдать. Для меня, мне кажется, простовато. Я чувствую кислотность. Чувствую в нем виски. И, собственно... На этом все. На этом. Ну да, имбирное пиво чувствую. Ну, в общем, для меня нет. Это виски мега саур без текстуры, которая придает ему белок. И он водянистый какой-то. Короче, да. Это коктейль довольно кисловатый. Там, потому что сладкого, только вот имбирный джинджер бир. Причем этот, конкретно, довольно сладкий всегда был. Сейчас. Да. На всякий случай перемешай еще раз. Хотя я уже это делал. Чтобы поднять все. Но всегда можно улучшить. Добавим немного сахарного сиропа. Я думаю, две ложечки. Раз. Два. Ну, можно даже еще чуть-чуть сахара. А то 10 мл сахара там не помешает. Но все зависит от вашего джинджер бира. Нет. Все еще нет? Нет. Пробуем. О, а вот мне понравилось. На фиори. Вот, он стал прям очень балансным как раз таки. У него вот эта вот кислота лишняя аннулировалась благодаря сахару. Но вот единственное, что стало похуже, или просто я привык, немножечко пропал вкус бурбона. Дорьбон. Ну, да, кукурузный вкус. Так что, да. Короче, да, то же самое было, когда в прошлый раз готовили. Это коктейль, ну, типа, вот так он придуман. Это как есть коктейли жанра Рики, да, категории Рики, когда туда сахар не добавляется, а типа сок лимона или там лайма, и бухло, и газировка, но без сахара. И вот это из этой же серии, но только с другим алкоголем. Да, я лучше добавлю вот так вот сахаром, но это не по классике. Еще раз, если еще вариант, можно добавить джинжерель вместо джинжербира, он обычно слаще, и не такой имбирный. Да. Но имбирь дает изюминку этому коктейлю. Вот я тоже думал над этим вот вариантом, потому что без имбиря здесь все-таки не обойтись, и лучше добавить джинжербир и немножечко сахарного сиропа, или там любого другого любимого сиропа, который нейтральненький, такой по вкусу будет. А теперь давайте сделаем шот под названием «Блоджоп». Сначала взобьем сливки. Это взбивание посвящается вот этому комментарию. Теперь, собственно, собираем коктейль. Для мужских рутов большие шоты, для женского поменьше. Начнем с Бейлиса или другого Айриш Крима. Наливаем чуть-чуть на дно, примерно четверть рюмки. Затем берем аморетто и наливаем две части. По ложечке аккуратно слоем. В два раза больше, чем Бейлиса. Теперь берем наши взбитые сливки и аккуратно кладем сверху. Рот и готовы. Друзья, тут Наташа детскую версию, а нам с тобой побольше. И теперь без рук надо это выпить. Все готовы? Вот так вот. Мой звездный час наедим. Все готовы? Поехали. А я не могу будет. Порке? А че ты? Ну ты... Только не на лицо. Как и любая женщина, сперва надо поломаться и сказать, ну я не могу, у меня это не влезет, у меня такого еще никогда не было. А потом просто с первой попытки, когда все смотрят, уже такие, и нормально. Ну что, как он? Эх ты. Что скажете, Наталья? В первую очередь, твое мне неинтересно, конечно. Такое. Нет? Не, ну он сладенький. Ну ты классный и сладенький. Ну такой, 80-нический шотик. Способ употребления, конечно, да. Ну это просто весело и прикольно, когда вы уже такие слегка бухие, это классно. Я помню одну историю... Мне кажется, весело и классно, когда ты этим облился еще, там есть вот это вот белый жижень. Ну это надо быть сильно бухим, чтобы это было весело. Я помню одну историю, как мы с моим другом и с его ныне уже женой пришли в один бар, ну вот, и просто решили весело провести время и взяли там комплект шотов, и в том числе там было несколько коктейлей вот этих вот болджоб, короче. Болджоб. Я и сказал, что надо... Болджоб, если что, переводится как выдув стекла. Да, работа. Хрен. Наверное, потом, когда забиваешь это в гугле, тебе не выдают никакого поиска. Надо включать безопасный поиск. Вот, и, короче, я и тогда сказал, что вот только вот так можно пить этот коктейль и вообще никак иначе. Вот, она долго ломалась, но все-таки согласилась на это. Я ее сфоткал во время этого процесса и теперь она у меня так на звонке стоит. Ну, теперь у нее only fans. Карьера на only fans. Ну, это, возможно, было бы хорошо. Я бы порадовался за нее, но не за своего друга. Ну, вот, но такие вот пироги. Такой коктейль вам сегодня больше понравился? Можешь сказать по номеру 1, 2, 3, 4, если не помнишь название. Если не помнишь название, скажи blowjob, вот это название ты помнишь? Не-не-не, мне второй понравился. Monkey Glen. Яйца обезьяны, да. Гланда обезьянки. Ну, почему мы там, то есть тиклы нарисованы везде? Ну, так называется monkey gland. Почему? Гланды, гланды, они вот там, где мы куда-то по-английски, по-английски, типа это более широкое понятие, видимо. Что ты скажешь? Мне первый коктейльчик понравился, потому что я люблю персик, когда его не надо есть. Вот и все. И blowjob мне нравится. Всегда. Люблю. Жаль, Виталика сегодня, конечно, не было. Но Виталик не смог. Шутки проще, она приветствуется. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Телеграме, во всех остальных соцсетях. У Наташи тоже есть всякие разные граммы. А у Феникса канал на Ютьюбе, где он еженедельно опубликует видео. Спасибо с сайта loading.ru. Если вы хотите получить скидку 35%, используйте промокод едим.тв. Скидка распространяется на все, что там есть, кроме того, что уже со скидкой, либо там спеццена, бестпрайс, на это типа поменьше скидка, а на все остальное 35%. Ссылки тоже в описании, как и рецепты коктейлей в текстовом виде, пожалуйста, на нашем сайте едим.тв. Если вы хотите помочь нашему каналу материально, вы можете подписаться на наш Бусти, если вы в России, либо на Патреон, или спонсорство на Ютьюбе сделать, если вы не в России. Платные подписчики получают доступ к дополнительному видео каждую неделю. Доступ в секретный чат и много всяких других приятных плюшек. Спасибо большое. Все ссылки в описании. До новых встреч. Пока. А можно мне что-нибудь вставить? Трубу? Желательно. Ты-то красненькую пока вижу только. Нет, я не вставила. Черт, почти получилось. Если что, там трубочка в виде мужского полового органа. Может, это будет потом на вырезанных моментах. Джин. 60. Джин. Джин.